всем привет меня зовут вика я рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами будем вязать вот такого вот динозаврика я не знаю как правильно он называется конечно мне там в инстаграме девочки писали но я уже опять забыла поэтому если вы знаете как называются динозавры такой формы пишите в комментариях что нам понадобится для вязания вообще можно использовать остатки любой пряжи какая у вас есть да потому что расход здесь прям вообще смешной очень мало уходит меньше половины половины мотка вот глаза значит у меня здесь стоят глаза 2 миллиметра это глаза стеклянные они с такой стеклянной железной точнее ножкой их надо пришивать либо приклеивать они их сложно купить поэтому можете использовать бусины какие-то бисер какой-то например или вот как вот на этом динозавре сейчас мы будем с вами вязать здесь плохо сейчас на видео видно но мы будем с вами вышивать глаз поэтому если у вас совсем нет глаз в принципе понадобится просто черная какая-то ниточка вот я использовала зеленый цвет у меня это yarnart джинс этот цвет тоже yarnart джинс и крючок у меня был полтора миллиметра то есть с такими материалами динозаврик вот буквально смотрите на ладошки совсем крошка да он может самостоятельно стоять вот так вот вот берите любую пряжу какая у вас есть в наличии главное правильно подбирайте крючок если пряжа толще то крючок больше да и соответственно если у вас будет пряжа толще крючок больше динозаврик ваш получится тоже больше вот и еще хочу напомнить что описание в текстовые схема да они у меня появляются в моих остальных других соц сетях то есть telegram instagram вконтакте вот они появляются там гораздо раньше потому что мне проще конечно же выложить текстовое описание чем снять мастер-класс потому что у меня сейчас ребенок почти всегда дома снимать в его присутствии сложно вот и сейчас еще конечно же пасмурная погода освещение не очень хорошее но я надеюсь что вам все будет видно все понятно потому что я пыталась я старалась подключила весь свет какой у меня был в общем надеюсь все будет понятно долго болтать не будем погнали вязать ну и еще забыла сказать да что естественно нам понадобится еще наполнитель и черная ниточка тонкая можно швейную можно муленешку можно что угодно что у вас есть все погнали вязать итак начинаем вязание с кольца амигуруми делаем кольцо амигуруми я делаю его вот так на пальце вы делайте своим привычным вам способом кольцо амигуруми сделали и в кольцо провязываем 6 столбиков без накида 3 4 5 и 6 провязали 6 столбиков стянули и соединительный столбик самую первую петлю соединяем и все первый ряд у нас готов следующий второй ряд мы должны провязать 6 прибавок то есть в каждую следующую петлю по 2 столбика без накида провязываем в первую петлю один столбик и сюда же второй столбик это у нас получилась прибавка и таких прибавок нам нужно провязать 6 то есть в каждую следующую петлю вяжем 2 столбика провязываем первый столбик второй столбик получилась прибавка и так вяжем до конца ряда и в этом втором ряду у вас будет 12 столбиков по кругу провязывая в каждую петлю прибавка закончили второй ряд я ставлю маркер контрастную ниточку и приступаем к вязанию 3 ряда в третьем ряду мы вяжем 1 столбик прибавка 6 раз провязываем так провязываем столбик в первую петлю следующую вяжем прибавка то прибавку то есть два столбика в одну петлю провязываем первый столбик и второй получилась прибавка и так вяжем до конца ряда столбик прибавка столбик прибавка всего шесть раз провязываем столбик прибавка второй раз и до конца ряда и в конце этого ряда у вас будет 18 столбиков без накида вяжем провязали третий ряд вот так у вас получилось по кругу 18 столбиков и дальше следующие три ряда с четвертого по шестой мы вяжем без изменений просто по 18 столбиков то есть провязываем в каждую нашу петлю по одному столбику без накида и вяжем так 4 ряда 3 точнее 3 3 ряда вяжем по 18 столбиков вяжем самостоятельно 3 ряда и возвращаемся вязать вместе дальше провязали 3 ряда у вас должно вот так уже получиться и смотрите если у вас глаза на безопасном креплении если вы вдруг вяжете динозаврика большего размера из другой пряжи да и глаза будете вставлять на безопасном креплении то на этом этапе уже можно их вставлять вставлять мы будем между 3 4 ряда то есть отсчитывайте вот 1 2 3 и вот между 3 и 4 ряда вот здесь вот примерно вот так вот сбоку вставляйте глаза вот первый второй третий и четвертый ряд между ними вот так вот вставляйте глаза вот сбоку да и с другого бока произвольно у меня здесь глаза вот эти стеклянные они не на безопасном креплениях просто клею и потом в конце попробуем с вами вышить глаза черной ниточкой потому что маленькие глаза сложно купить вот возможно не все смогут это сделать если будете вязать тоже такого же размера как у меня покажу как можно будет вышить и так дальше у нас здесь всего 6 рядов дамы 3 ряда по 18 столбиков провязали дальше у нас идет седьмой ряд здесь мы уже будем провязывать убавки нам нужно будет здесь провязать 1 столбик убавка 6 раз то есть я провязываю 1 столбик и дальше у нас идет убавка убавки мы делаем я делаю невидимые то есть убавка идет у меня за передние стенки и вот смотрите у нас передняя стенка петли и задняя стенка петли вот они две стенки вводим крючок только в переднюю вот так вот вводим задние у нас остается нетронута вводим за переднюю стенку второй петли и сразу же за переднюю стенку 3 петли то есть за обе петли сразу и выводим рабочую нить через эти две полупетли две петли на крючке и провязываем рабочую нить как обычно через две петли получилась убавка показываю сейчас еще раз дальше вяжем просто столбик без накида в следующей петли и снова идет убавка снова за передние стенки вводим крючок в переднюю стенку петли и сразу же в переднюю стенку следующей петли на крючке 3 петли захватываем рабочую нить через две полупетли 2 петли на крючке снова и рабочую нить через эти две петли провязываем так делается убавка и до конца ряда у нас остается еще четыре раза провязать столбик убавка провязываем и в конце этого ряда у нас останется 12 столбиков без накида это седьмой ряд вяжем и можно будет уже здесь у нас идут убавления можно будет постепенно добавлять наполнитель провязываем до конца довязали седьмой ряд я уже положила наполнитель довольно плотно наполняем и следующий восьмой ряд у нас снова здесь будут убавки теперь нам нужно провязать два столбика убавка три раза провязываем сначала 1 потом второй столбик как обычно и следующий столбик делаем убавку точно также за передние стенки провязываем убавку и так три раза и в конце этого ряда у нас с вами останется всего 9 столбиков провязываем убавка и еще раз 2 убавка провязали восьмой ряд у нас осталось 9 столбиков следующий девятый ряд мы вяжем без изменения просто 9 столбиков то есть в каждую петлю провязываем 1 столбик без накида здесь провязываем и дальше плотно наполняем эту часть наполнителем дальше у нас уже пойдут снова прибавки провязываем провязали 9 ряд ставим снова маркер и дальше 10 ряд мы вяжем два столбика прибавка три раза то есть провязываем сначала первый столбик потом второй столбик дальше прибавка то есть два столбика в одну петлю сразу 1 и сюда же второй и так три раза повторяем до конца ряда и в конце этого ряда у нас будет снова 12 столбиков провязываем прибавка и последний раз первый столбик второй столбик и прибавка это у нас был 10 ряд следующий одиннадцатый ряд мы провязываем уже один столбик прибавка 6 раз и в одиннадцатом ряду у нас будет уже 18 столбиков провязываем сначала один столбик потом прибавка то есть два столбика в одну петлю и так до конца ряда провязали 11 ряд у нас здесь 18 столбиков следующий 12 ряд мы будем вязать уже два столбика прибавка 6 раз провязываем первый столбик потом второй столбик и следующий столбик прибавка то есть два столбика в одну петлю провязываем и так вяжем до конца ряда в конце этого ряда у нас будет 24 столбика по кругу провязывая провязали 12 ряд ставим маркер снова на начало ряда теперь мы будем уже следить за нашим маркером следующий 13 ряд вяжем сначала 10 столбиков без накида просто в каждую петлю столбик 10 раз провязываем 2 3 4 5 6 7 8 9 10 провязали 10 столбиков если вы уже поставили глаза то должны остановиться четко посередине сейчас то есть у кого стоят глаза глаза должны быть по бокам вот у вас четкая середина вверх если вы остановились не на середине а где-то куда-то съехали то тогда либо распустите несколько столбиков либо провяжите еще потому что сейчас мы будем делать прибавки 6 прибавок и они должны у нас располагаться четко вот здесь вот по центру вот на этом динозавре покажу вот они все прибавки на идут у нас вот здесь наверху то есть количество петель в ряду у вас всего получается сейчас 24 и здесь какое будет количество до прибавок и после прибавок она может у вас отличаться но прибавки должны четко быть по середине 6 прибавок то есть остальные петли получается 18 петель пол всего то есть 6 прибавок и 18 еще петель вы их распределите если у вас было смещение то они будут у вас не как у меня у меня получается 10 столбиков 6 прибавок 8 столбиков у вас может вместо 10 и 8 то есть также 18 но у вас может оказаться 9 и 9 например или там 7 и 11 самое главное чтобы все 6 прибавок были четко по центру где у вас глаза то есть если у вас глаза еще не стоят вам этот момент пока не принципиален потому что потом мы уже в конце глаза сможем поставить уже отталкиваясь от того где у нас эти прибавки были так провязали 10 столбиков и вяжем 6 прибавок значит подряд в каждую петлю по два столбика то есть первая прибавка вот два столбика в одну петлю провязали вторая и подряд у нас 6 прибавок идет третье четвертая 5 и шестая 6 так 6 после того как 6 прибавок провязали уже дальше просто довязываем сколько у вас там осталось столбиков у меня осталось 8 и до конца ряда просто провязываем в каждый столбик по одной петле и теперь у нас здесь получилось 24 по кругу петли это у нас был точнее 30 у нас уже 30 до 30 петель у нас получилось это у нас уже 13 ряд и следующий 14 ряд мы вяжем без изменения просто 30 столбиков здесь уже четко следите за маркером переставляйте его в каждом ряду потому что дальше там будут тоже идти прибавки чтобы у нас никакая петля не потерялась поэтому ставьте маркер провязываем 14 ряд следующий до уже 30 столбиков без изменений в каждую петлю по одному столбику вяжем по одному столбику вяжем ставлю заново его так вяжем следующий 15 ряд снова 10 столбиков то есть если у вас отличалось количество столбиков в прошлом ряду из-за смещения то мы вяжем такое же в начале в прошлом ряду мы вязали 10 и сейчас снова вяжем 10 так 4 5 6 7 8 9 и 10 провязали 10 дальше мы будем вязать 1 столбик прибавка 6 раз провязываем столбик прибавка 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 6 у нас сейчас снова прибавки идут над прибавками то есть вот у вас прибавки были получается 13 ряда сейчас мы вяжем 15 вот они здесь прибавку провязали дальше столбик прибавка 2 раз столбик прибавка третий раз так столбик прибавка четвертый раз дальше столбик прибавка пятый раз и столбик прибавка шестой раз и у вас в конце после прибавок должно остаться снова 8 то есть столько же столбиков сколько после прибавок оставалось у вас в тринадцатом ряду если у кого-то там было смещение до то количество столбиков такое же у меня это 8 провязываем и здесь у нас сейчас с вами 36 получается уже столбиков и теперь нам нужно будет дальше провязать ряды без изменений то есть дальше с 16 по 24 ряд то есть всего 9 рядов мы вяжем без изменения по 36 столбиков то есть в каждую петлю провязываем 1 столбик 9 рядов провязываем провязали 9 рядов остановились на двадцать пятом вот что у вас должно получиться вот такая вот фигурка дальше 25 ряд здесь мы будем сейчас делать убавки провязываем сначала 10 столбиков то есть количество столбиков сейчас до убавок у нас такое же как было там где у нас были прибавки то есть там 13 по моему 15 ряд был мы провязывали 10 поэтому вяжем 10 так 3 4 10 у меня там не было маркера так что может быть мне надо провязать больше так смотрите 10 мы провязали дальше у нас пойдет пойдут убавки то есть мы должны провязать один столбик убавка шесть раз и у нас с вами убавка должна быть над прибавками вот этих рядов где вот у нас шли 6 прибавок столбик прибавка да вот они у нас идут вот эти прибавки вот у нас идет столбик прибавка столбик прибавка вот он столбик прибавка вот они смотрите у вас здесь идет столбик и следом убавка то есть вот вот она прибавка так сейчас как бы не запутаться вот она 1 да вот столбик прибавка вот прибавка значит вот эти две петли находим вот прибавка и ведем вот эти две петли здесь уже должна быть убавка то есть я вот один столбик лишнего провязала потому что у меня маркер они маркер не стоял я его сняла значит провязываем и вот смотрим первая убавка будет как я уже показала да вот она прибавка вот эти 2 2 ряда здесь первая убавка значит за переднюю стенку еще за переднюю вытягиваем рабочую ниточку и провязываем на точно также и еще пять раз повторяем все то же самое сначала один столбик провязываем дальше убавка это второй раз еще четыре раза один столбик убав так убавка третий раз один столбик убавка четвертый раз то есть вам важно чтобы убавки были четко над прибавками потому что мы должны здесь соблюдать все четко чтобы форма тела была правильная так еще раз да мне осталось столбик убавка и теперь до конца ряда провязываем остается у нас восемь столбиков и в этом ряду у нас будет с вами 30 столбиков проверьте себя вот здесь я по моему еще да еще одну мне надо провязать столбик убавка и до конца ряда 8 проверьте чтобы у вас было 30 столбиков то есть вообще вы вяжете здесь 25 ряд 10 столбиков дальше столбик убавка шесть раз и восемь столбиков но еще раз говорю до четко соблюдаем чтобы убавки были над прибавками поэтому количество столбиков до убавок и после у вас может отличаться но во всем ряду количество столбиков у нас не отличается провязываем сейчас до конца ряда 8 столбиков и надо будет маркер поставить чтобы не сбиваться потому что у меня маркер потерялся немножко у меня сбилась я провязала 8 столбиков до конца ряда ставлю маркер так следующий 26 ряд вяжем снова 10 столбиков то есть если у вас было больше или меньше 10 провязываем то же самое количество так раз два три 4 5 6 7 сегодня кошка скачет возможно будете слышать шум и так вот это кошка провязали 10 раз два три 4 5 6 7 8 9 10 до и теперь у нас подряд идут 6 убавок то есть смотрите убавки над убавками все четко до чтобы никакого смещения не было провязываем первую убавку за передней стенке первая убавка сразу же 2 никакие петли тут не теряйте сразу 2 так сразу 3 подтягиваем хорошо 4 потому что убавки подряд поэтому когда вот рабочую нить протягиваете прям хорошо вот так подтягиваем наше вязание так это 4 5 пока разговариваю сбиваясь со счету 1 2 3 4 до 5 и 6 6 6 хорошо подтягиваем вот смотрите у вас форма какая получается и до конца ряда у нас опять же 8 столбиков остается провязываем 8 столбиков здесь можно уже потихоньку набивать наполнитель добавляю до 5 6 7 8 провязали так следующий ряд у нас уже 27 мы вяжем 9 столбиков провязываем 9 2 4 5 6 7 8 9 провязали 9 вот дошли мы как раз до убавок предыдущего ряда да и теперь нам нужно провязать один столбик убавка три раза то есть вяжем 9 провязали дальше вяжем один столбик дальше вяжем убавка убавку 2 передние стеночки вяжем снова один столбик подтягиваем хорошо дальше снова убавка так здесь немножко сложновато убавка хорошо подтягиваем чтобы дырок никаких у нас не было и последний третий раз столбик убавка 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 передние стенки дальше до конца ряда остается провязать 6 столбиков провязываем 3 4 5 и 6 это у нас был с вами 27 ряд здесь у нас по кругу 21 столбик должен быть так следующий 28 ряд мы вяжем сначала 9 столбиков тоже провязываем 9 столбиков 2 3 4 5 6 7 8 9 провязали 9 и дальше подряд у нас три убавки вот мы дошли как раз до убавок провязываем за передние стенки первую убавку хорошо подтягиваем чтобы дырок не было внимательно здесь будьте дальше сразу же 2 вяжем туго прям здесь вот где убавки потому что чуть-чуть расслабить и сразу будут дырки так 2 и сразу 3 3 немножко сложновато делается но старайтесь 3 убавка и до конца ряда остается 6 столбиков провязываем первый второй третий четвертый я так 4 5 6 это был у нас 28 ряд здесь у нас 18 столбиков сейчас и будем наполнять хорошо наполнителем потому что здесь у меня мало хорошо наполняем вот этой области уделяем особое внимание плотно плотно и и наполняем и повернемся вязать дальше дальше у нас будут еще убавки так я положила наполнитель вот так должно у вас получиться так у нас был двадцать восьмой ряда теперь двадцать девятый ряд вяжем снова 9 столбиков сначала провязываем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 дошли до убавок убавки у нас опять четко над убавками до смотрим теперь нам надо здесь провязать две убавки подряд находим передние стенки вытащили рабочую ниточку провязали тоже здесь все хорошо подтягиваем вяжем очень туго здесь в местах убавок сделали вторую убавку 2 убавки все до конца ряда теперь провязываем оставшиеся 5 столбиков 1 2 3 4 и 5 провязали 5 столбиков так это у нас 29 ряд по кругу у нас осталось 16 так следующий 30 и снова вяжем 9 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 дошли четко до центра опять проверяем себя да и здесь провязываем всего одну убавку теперь последний уже провязываем и дальше у нас остается снова 5 столбиков здесь не теряем петли внимательно смотрим 5 столбиков до конца ряда провязываем 1 2 3 4 5 так у нас теперь здесь 15 столбиков по кругу вот что у вас получается здесь у нас уже пошел хвост следующий 31 ряд мы вяжем без изменения 15 столбиков то есть в каждую петлю провязываем 1 столбик 15 столбиков вяжем и потом наполняем опять наполнителем вот этот ряд довязываем и уже добиваем тело вот эти вот места чтобы здесь никаких не было у нас вмятин дополняем туда хорошо наполнитель воспользоваться можно каким-нибудь карандашом каким-нибудь толстым крючком который без ручки какой-нибудь палочкой для суши хорошо туда вот его прям заталкиваете и нам останется здесь так провязываем все 15 столбиков и нам останется здесь еще сейчас последние три ряда довязываем этот ряд и самостоятельно добавляем наполнитель вернемся вязать вместе вот так вот я заталкиваю наполнитель вот эти вот вот эти стороны хорошо набивайте чтобы здесь прям вот так вот наполняем так все я уже хорошо наполнила вот так должно у вас получится смотрите так следующий сейчас так запуталась уже следующий 32 ряд мы сейчас вяжем с вами один столбик убавка пять раз провязываем 1 столбик дальше убавка и так пять раз до конца ряда и в конце этого ряда у нас останется 10 столбиков убавка второй раз столбик убавка третий раз столбик убавка четвертый раз и столбик убавка пятый раз все маркер не нужен можно его убрать так проверяем себя 10 столбиков у нас остается докидываем наполнитель здесь если нужно опять с помощью какой-нибудь палочки так наполнитель докинули у меня вылетело видео не снялось в общем 32 ряд мы провязали столбик убавка докинули наполнители следующий 33 ряд провяжите 10 столбиков без изменений по кругу то есть просто в каждую петлю один столбик 33 ряд и дальше докидываем опять наполнитель если нужно и нам останется сейчас последний ряд вот такая деталь у вас должна уже получать сюда добавляем хорошо сюда наполнитель хвостик и возвращаемся так нам остался последний тридцать четвертый ряд нужно провязать 5 убавок подряд то есть у вас сейчас 10 столбиков мы вяжем 5 прибавок точнее да так за переднюю стенку провязываю 2 немножко кто-то петель мало поэтому немножко сложновато 3 4 четвертая и последняя 5 провязали вас должно остаться 5 петель воздушную петлю делаем и отрезаем ниточку небольшой кончик небольшой кончик для того чтобы нам сейчас стянуть это отверстие вот смотрите так немножко я наполнитель поправляю чтобы правильную форму придать вот что у вас должно получиться вот так теперь надо взять иголку и стянуть петли нитку в иголку вставляем даже довольно таки длинную я отрезала можно было короче так вставили теперь смотрим наши петли все вот они и нам нужно ниточку вставить его все петли вот они торчат в первую вставили прошили во вторую прошили подтягиваем хорошо в третью четвертую и в пятую хорошо подтягиваем так фокус пропал во все пять петелек протянули затянули все у нас видите здесь отверстие закрылось вот его нет и вводим просто сюда в центр иголку и произвольно выводим в любой точке тела и хорошо подтягиваем все ниточку отрезаем отверстие закрылось смотрите все четко все тело готово теперь будем приступать к вязанию лапок приступаем к вязанию лап делаем кольцо амигуруми в кольцо провязываем 6 столбиков 4 6 провязали стягиваю так стянули и соединяю первую петлю все как обычно да все первый ряд готов следующий второй ряд вяжем шесть прибавок то есть в каждую петлю по два столбика без накида в одну петлю провязываем первую провязали второй столбик туда же вторая прибавка третья прибавка 1 2 столбик в одну петлю четвертая прибавка пятая прибавка и последняя шестая 1 2 столбик подтягиваем еще разок все у нас здесь по кругу получилось 12 столбиков сейчас следующий третий ряд нам нужно провязать 12 столбиков за задние стенки то есть смотрим вот у нас петля вот она да вот передняя стенка вот задние вводим крючок вот так вот за только за заднюю стенку ввели крючок то есть передняя стенка у нас не тронутые провязываем в нее столбик передняя стенка у вас здесь впереди остается снова вводим крючок за заднюю стенку провязываем обычный столбик снова за заднюю стенку петли провязываем столбик и так вяжем 12 столбиков только за задние стенки вот они передние стенки видите у вас остаются впереди провязываем все 12 последний 12 ряд провязали 12 столбиков вот так у вас должно выглядеть вот передние стенки у вас торчат и следующий четвертый пятый ряд мы вяжем по 12 столбиков так но уже за обе стенки то есть обычно за 2 за 2 стенки вводим и провязываем 2 ряда по 12 столбиков я же 2 ряда провязали 2 ряда по 12 столбиков следующий у нас шестой ряд мы провязываем 1 столбик убавка 4 раза провязываем столбик дальше убавка за передние стенки до еще раз столбик убавка третий раз столбик убавка и и четвертый раз последний столбик убавка все это у нас с вами шестой и последний ряд здесь у нас по кругу 8 столбиков теперь вот так вот складываем пополам наполнять лапы не нужно наполнителем вот так сложили пополам вводим крючок за обе стенки вот этой стороны и сразу же за вторую сторону то есть вот вот так у нас пополам сложено выводим рабочую ниточку провязываем столбик снова также за первую сторону и за вторую сразу же вот так ввели провязываем столбик и еще раз также вот ввели за две стороны провязываем столбик вот так должно у вас получится провязана делаем воздушную петлю отрезаем кончик небольшой для пришивания оставляем вот так лапа будет и вот это вот наше начало ряда немножко вот туда вот так продавливаем чтобы лапки были вот такие вот вот так вяжем точно также еще три лапы то есть все четыре лапы у нас одинаковые вот они и будем сейчас пришивать берем тело наше пришиваем произвольно вот я здесь не считала вообще ряды смотрите где как вам понравится ну примерно вот так вот находим ряд так внизу накалываем иголками сначала накалите все четыре лапы и посмотрите чтобы вот он стоял и когда четыре лапы наколите так вот здесь я бы вот так наверное вот этот ряд ну вот так примерно до примерно вот так вот у вас будет сейчас покажу как пришивать одну лапку пришьем вместе и остальные будете уже пришивать самостоятельно все ставим вставила нить в иголку определяем в каком ряду у меня будет вот этот ряд то есть вот он идет вот этот то есть четко мы будем по этому ряду пришивать вот у нас сейчас нить идет и вставлю вводим углу вы так вот между столбиком вот так вели пришиваем дальше захватываем обе стенки петли на лапе иглой и здесь между столбиком на теле смотрим в каком ряду вот в этом и уберу то не вижу ничего вот так между столбика на теле четко по ровной линии то есть ряд себе наметили вот это да и по нему так и идем захватываем всегда обе петли то есть обе стенки петли на лапе и между столбиком всегда на теле вот так пришиваем каждую петлю не пропускаю снова захватываем и снова в том же ряду вот так вот если вы здесь торчат какие-то у вас петельки их тоже возьмите и произвольно теперь выводим в любой точке тела то есть в лапе мы хватаемся за петлю в теле между столбиком вот лапа пришилась берем вторую теперь вторую пришиваем вот примерно отступаем сколько у меня здесь 3 столбика вот так 123 отступили и вот так вот пришиваем сейчас вторую лапу то есть четко в том же ряду вот у нас этот ряд идет четко в этом же ряду мы пришиваем лапу хватаемся опять же иголкой здесь в лапе за вот так вот за обе стенки петли в теле мы вводим иголку вот так вот между столбиком вот так поняли да и пришиваем то есть эта ниточка у нас сюда вышла сейчас произвольно еще раз где-нибудь ее выкинем это от первой так все ладно не будем второй раз выкидывать обрезаем видите она мне запуталась если не запуталась еще раз можете прошить но в принципе это не принципиально так пришиваем значит сейчас три столбика отступаем от этой лапы и точно так же в этом же ряду пришиваем вторую и соответственно точно так же пришиваем две с другой стороны вот они вот таким образом тоже здесь через три и смотрим до чтобы обязательно у вас друг напротив друга были эти лапы и чтобы динозаврик мог стоять сам пришиваем так все лапы у меня пришиты вот так вот у меня получилось здесь вот такое расстояние примерно здесь не принципиально как вы пришьете там уже на ваше усмотрение вот он у меня стоит проверили что стоит и теперь дальше значит если у вас глаза бусины если у вас глаза которые вы приклеиваете да то мы вставляем их вот между третьим четвертым рядом отсчитываем первый второй третий ряд и вставляем вот так вот по бокам и сейчас так у кого для тех у кого нет глаз мы попробуем с вами их ниточкой вышить потому что я знаю что вы такие маленькие глаза купить очень проблематично я заказывала на алиэкспресс вот это вот стеклянные но они интересные но заморочистые потому что там идет металлическая ножка ее нужно загибать потом вшивать пришивать муторно есть еще на алиэкспресс такие пластиковые по 2 миллиметра по 3 миллиметра их можно просто пришить либо вставить и там зажигалкой спалить ножку и приплющить ну давайте мы с вами сейчас будем вышивать так значит первый второй третий ряд у нас вот 4 3 4 ряд между ними надо будет вышить вот это примерно иголкой ставим где у нас будет глаз примерно вот здесь вводим иглу внизу произвольно и выводим в той точке где наметили глаз здесь кончик оставляем и смотрите теперь будем вышивать пытаться да вот у нас идет столбик вот он мы вот так вот вводим и прошиваем стежок и так несколько раз вот эту ниточку тоже подтягиваем выходим на так это первый второй третий четвертый первый второй третий на другую сторону вот так примерно у вас глаз получится и на второй стороне параллельно смотрим этому глазу все то же самое повторяем можете купить какой-нибудь бисер например черный так несколько прошили и теперь надо выйти нам на улыбку в этом же ряду вот сюда выходим через один столбик от глаза то есть вот у нас глаз один столбик отступаем и выходим этот глаз дошивается подтягиваем вот так в принципе неплохо да если совсем нет глаз то такой вариант вам подойдет так и теперь делаем улыбку значит мы вышли через один столбик от этого глаза и вот так вот прошиваем улыбку так вот до сюда примерно смотрим вводим углу и выводим в середине так подтягиваем так ниточку и когда она еще не до конца захватился вот так иголочку через этот стежок проводим вот так и теперь подтягиваем чтобы улыбка у нас закрепилась подтянули все она вот она стянулась и теперь туда же где сейчас торчит вводим иглу выводим в точке в которую вводили поправляемся вот так вот здесь вывели подтягиваем узелок завязываем дальше отрежем и теперь просто спрячем внутрь две эти нитки так чтобы спрятать знать что вводим сюда же где мы их завязали и произвольно выводим в любом месте вот так их внутрь здесь поправляем иголка все отрезаем все глаза и улыбка у нас готовы вот они вот так получились в принципе неплохо да одинаково нормально смотрится и с глазом и с вышитым глазом да так теперь нам остается с вами вот эти шипы и пятнышки берем ниточку контрастного цвета у меня это вот такой изумрудный я отрезала вот этой изумрудной ниточки примерно метра полтора полтора два метра отрезали мы теперь берем динозаврика и будем начинать тут тоже произвольно вот так два столбика примерно от головы по центру отступаем 12 столбика и вот здесь вот так давайте не здесь так где же у нас правильно будет центр вот так вот вводим крючок шею проходим и вот здесь сразу вводим крючок берем вот эту ниточку захватываем выводим она у нас на крючке дальше набираем две воздушные петли набрали делаем накид и провязываем вот сюда же куда присоединились полустолбик с накидом то есть накид сделали крючок вводим туда же вот так вот между столбиком захватываем рабочую ниточку выводим хорошо вот так подтягиваем 3 петли у нас на крючке вот они рабочую ниточку захватываем и провязываем через все три петли вот так вот провязали дальше делаем три накида 1 2 3 3 накида ищем следующая петля вот у нас следующий ряд идет вот мы присоединились вот следующий ряд вводим крючок между столбиком захватываем рабочую ниточку вытягиваем сейчас у вас 5 петель должно быть на крючке берем рабочую ниточку провязываем через две петли снова берем рабочую ниточку провязываем еще раз через 2 петли на крючке уже три еще раз рабочую ниточку через две петли так через одну я провязала через две остается две и еще раз через две петли все провязали далее снова накид ищем следующую петлю следующий ряд вот он вводим крючок вытягиваем рабочую ниточку и полустолбик провязываем захватываем рабочую нить через все три петли дальше две воздушные петли и сюда же сюда же куда последний сейчас полустолбик провязывали вводим крючок делаем соединительный столбик то есть рабочую ниточку захватываем вытягиваем и сразу ее через петлю на крючке провязали первый шип у нас готов дальше смотрите вот так воздушную петлю делаем и всю нашу вот эту большую двухметровую нить вытягиваем ставили нашу эту двухметровую нить в иголку вводим иголку сюда же где у нас закончилась где закончили мы вязание и пропускаем два столбика 1 2 и вот здесь вот выходим так два пропустили выходим четко по центру этому выходим на второй шип это мы просто с вами сейчас протягиваем нитку чтобы у нас между шипами было расстояние два столбика вот мы прошли увидели да по центру два столбика отступили так теперь повторяем то же самое второй шип дальше будем вязать следующий шип то точно так же как первый смотрите где у нас сейчас торчит ниточка то есть через два вот этих столбика от первого шипа мы вводим крючок также вот так вот между столбиком смотрим чтобы ровненько до захватываем ниточку вытягиваем вытянули набираем 2 воздушные петли сюда же провязываем полустолбик с накидом делаем накид сюда же вводим крючок вводим рабочую ниточку вытягиваем немножко вытягиваем и провязываем через все три петли на крючке провязали далее в следующий то есть вот у нас следующий ряд вот сюда от этого да вот первый второй мы будем вязать столбик с тремя накидами делаем 1 накид 2 накид 3 накид на крючке 4 петли вводим крючок сюда между столбиком опять вытягиваем рабочую ниточку у нас теперь 5 петель на крючке вот они все 5 видим да и мы теперь рабочую ниточку провязываем через две петли на крючке у нас на крючке остается 4 снова рабочую нить провязываем еще через 2 у нас на крючке остается 3 снова провязываем еще через 2 так на крючке остается 2 и последний раз провязываем через 2 все готово далее нам находим следующий столбик вот он да идет то есть мы идем по порядку смотрите в этом ряду в следующем находим следующий делаем накид вводим крючок опять точно так же вот так вытягиваем рабочую ниточку и провязываем через все три полустолбик далее набираем две воздушные петли сразу же набрали сюда же куда вязали последний полустолбик сюда же вводим крючок вытягиваем рабочую ниточку и провязываем соединительный столбик то есть рабочую ниточку вытянули и сразу же ее провязываем так давайте заново 2 воздушные петли вставили вытянули рабочую ниточку и сразу эту рабочую ниточку через петлю на крючке провязываем вот соединительный столбик все у нас 2 шипа готов и так его расправляем и снова смотрите делаем воздушную петлю и вытягиваем всю нашу вот эту ниточку полностью через шип подтягиваем и снова вставляем в иголку и переходим через два столбика дальше в иголку вставили вводим тут вот туда где у нас последний соединительный столбик был через два столбика выводим вот так все ровно по одной линии мы идем выводим сюда все готово и повторяем все то же самое то есть каждый шип у нас так это вот наполнитель по вылазил это я все потом уберу каждый шип у нас состоит из 2 воздушные петли полустолбик с накидом дальше столбик с тремя накидами до полустолбик с накидом и две воздушные петли то есть мы опять вот где нить торчит туда же вводим крючок захватываем ниточку 2 воздушные петли накид сюда же вяжем полустолбик с накидом сейчас я уже показываю быстрее до провязываем через все три петли на крючке дальше три накида в следующую провязываем столбик с тремя накидами на крючке 5 петель провязываем через 2 второй раз через 2 третий раз через 2 и четвертый раз через 2 провязали далее снова накид в следующую провязываем полустолбик с накидом 3 рабочие 3 петли рабочую нить через 3 петли провязали дальше сразу две воздушные петли и сюда же соединительный столбик то есть повторяется все то же самое каждый шип у нас одинаковый вытягиваем вытянули вот я в иголку снова вставила до снова вводим иголку сюда через два столбика опять прошиваем ее и точно так же все то есть вы повторяете все наши шипы все сюда да дальше здесь снова присоединяем снова две воздушные петли и повторяем все то же самое то есть у вас еще здесь примерно два шипа получится вот так вот три мы с вами сделали и еще два сейчас сделайте самостоятельно то есть следующий да и второй вот так вот и вернемся уже вышьем пятнышки все это делала все шипы немножечко вот так вот их поправляем и теперь нам остается вот эти пятнышки вышить вот эти вот значит выводим иглу здесь в нашу последнюю выводим где-нибудь вот тут вот рядышком и произвольно ай воткнула иголку в палец и произвольно делаем пятнышки то есть у нас одно пятнышко вот такое вот это один стежок можно два если хотите поярче попышнее то есть просто вот так вот раз прошили стежок этой же нитка если нитка вдруг у вас закончилась мне где-то узелок узелок здесь постоянно застреваю если нитка закончилась так то вставьте новую вот то есть вот вот так я вышила да и тут произвольно еще вот здесь вышью сейчас просто вот так вот идете так надо мне этот узел обрезать то и так и буду щас вот так вот просто с двух сторон вот так вот вся когда вышиваем вот смотрите то есть вот здесь вот по телу по хвостику тоже можно и со второй стороны также вышиваем произвольно в каких рядах в общем как включаем свою фантазию как говорится как получится у вас да и все и в принципе будет наш динозаврик готов вот эту ниточку которая у нас осталась от начала ряда ее просто в иголку вставьте и внутрь куда-нибудь спрячете вот эту нитку которая потом у нас тоже останется тоже спрячьте и вот и все наш динозаврик готов вот так вот я вышила пятнышки вот так вот у меня получилось надеюсь что вам динозаврик понравился спасибо что вязали его вместе со мной ставьте лайки подписывайтесь на канал всем большое спасибо если остались какие-то вопросы что-то непонятно то пишите в комментариях всем пока пока